Понижение культурного уровня произошло, видимо, в 16-м и отчасти 17-м веках. Но вот сейчас, когда мы извлекаем из земли берестяные в Новгороде, берестяные грамоты, на березе нацарапанные, как бы записочки, 12-го, 13-го, 14-го веков, эти записки писались не для бьярыни, не для игумени монастырской, бытовое содержание, простая жизнь, и писались они для употребления в обычной семье, крестьянской, купеческой. Свидетельствуют, что женщина в этом кругу была, в общем, уже грамотной. Но к началу 18-го века, новые требования, новое время, и возник вопрос о женском образовании. Сразу он очень остро был поставлен. Сразу образование женщины, необходимость этого образования, характера его, стал предметом споров и связался с общим пересмотром типа жизни и типа быта. Отношение к грамотности еще было очень напряженным, очень сложным. Так известный мемуарист Андрей Болотов вспоминает, что одна невеста ему отказала, потому что он читал много книг, и про него пустили разговор, что он колдун. А когда он с помощью свахи искал себе невесту и обязательно хотел, чтобы она была грамотная, то сваха сказала, что вот и писать, и читать может, а коли мать прикажет, так и книги читает. Как только встал вопрос о образовании женщины, встал вопрос и о учителях, и об учреждениях, где это образование можно получить, литература, мыслители той поры уже не сомневались в том, что женщина, как и мужчина, должна получить некие культурные образовательные сведения. Французский писатель, епископ Фенелон, тот самый Фенелон, сочинение которого читает Софья в недоросли Фанвизина. И Стародум, увидев, что она читает, он этой книги Фенелона не читал, говорит, читай, читай, сочинитель Телемака, а это Фенелон, дурному не научит. Кстати, замечу, напомню, что в той же комедии Простакова возмущена. Софья получила письмо и сама может прочесть. Для Простаковой это падение нравов, вот дожили, и девушки письма получают, и девушки читать умеют. А между тем, за почти за 20 лет, до того, как Фанвизин, ну, чуть-чуть меньше, написал свою комедию, поэт Сумароков в сатирическом стихотворении хор к превратному свету, рисуя такой прекрасный образ совсем другого мира, чем у нас. Прилетала из-за моря Синица, из-за далекого океана, спрашивали гостейку за ежу, за морем какие обряды, и вот Синица отвечает, что все там превратно на свете, все там иначе. Ну, там, конечно, не берут взяток, воеводы там честные, в суде там судят по правде, за морем того не болтают, девушке, где разума не надо, надобно ей личико да юбка, надобно румяна да белила. Все дворянские дети там в школах, ну, окончается картина этого прекрасного утопического мира, несколько мюанхолически, пьяные на улицах не ходят, и людей на улицах не режут. Вот в этом прекрасном мире там и дворянские девушки тоже учатся. Учебные заведения для девушек, это была потребность времени, сразу приняли такой двоякий характер. Возникали частные пансионы, о которых речь будет дальше, но одновременно возникла и государственная система. Государственная система была связана с именем такого довольно известного деятеля той поры, Бецкого, который в эту пору был очень приближен к правительственным кругам, и в общем отражал настроение императрицы Екатерины Второй. Екатерина Вторая хотела, или делала вид, что хочет, носилась такими проектами, очень широкими воспитательными проектами, с идеей создания совершенно нового человека, хотела создать и новые города, вот такая идея после пожара Твери выстроить в Твери, теперь Хакалин, идеальный новый город, и вот населить его совершенно новыми людьми. А для этого надо новую систему воспитания. Так возник тот тип учебного заведения, который потом просуществовал довольно долго, и назывался по помещению, где он был расположен, Смоленским институтом. А ученицы назывались там смолянками. Смоленский институт в помещении монастыря Смоленской Божьей Матери, тогда на окраине Петербурга, был организован по очень широким планам. Предполагалось это так. Ученицы будут обучаться по крайней мере двум языкам, кроме родного, немецкому и французскому, а потом еще в план вписали итальянский, и физики, и математики, и астрономии, и танцам, и архитектуре. Как потом обнаружилось, все это в значительной мере осталось на бумаге. Как выглядел в самом деле этот институт, ну, конечно, он менялся по годам своего существования, но так в общем виде. Институт делился на две половины. Одна называлась благородную, дворянскую, а другая мещанскую. Хотя в мещанскую принимали тоже дворянок, но менее родовитых и детей чиновников. мещанцев туда не принимали. Это была такая как бы кличка. Позже эту обидную кличку сняли, и дворянская половина стала называться Николаевской, а мещанская Александровская. Но между этими двумя половинами шла всегда вражда, и дворянская половина дразнила мещанскую, там было меньше срок обучения, а эти девушки из так называемой мещанской половины им писали в записочках, что надо бы им выучить басню Крылова Гуси о том, что наши предки Рим спасли, а вы, друзья, годны лишь на Шаркоя. Все обучение длилось девять лет. Привозили маленьких девочек шести-семи лет, и в течение девяти лет, как правило, они не видели дома. Если родители, жившие в Петербурге, еще могли посещать, хотя посещения эти специально ограничивались, то небогатые дворянки, а в институт принимали небогатых дворянок. Это было некоторое отличие. С одной стороны, в привилегии, и девушки из очень знатных семей попадали туда. Но, как правило, сироты. Или же есть ли какой-нибудь заслуженный дня? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...